Девушки отдыхают Речь зашла об исламе и о наших отношениях с исламом и с мусульманами. И он сказал, «Дэвид, никогда не говори плохо о мусульманах». Он говорит, «Несколько лет назад я был в Дар-эс-Саламе, болел, лежал в больнице в столице Танзании. И рядом с нашей больницей находился минорет. И каждое утро в четыре часа звучал призыв к молитве. И вот я тоже стал вставать с постели в четыре утра, вставать на колени и молиться. Всякий раз, когда звучал мусульманский призыв к молитве. Он говорит, «Так я и продолжал. И это изменило мою молитвенную жизнь. Теперь уже я не слышу звука призыва к молитве в четыре часа утра, потому что в городе, где я живу, мусульман мало. И все равно в четыре утра, каждое утро, я просыпаюсь и молюсь. Я в неоплатном долгу перед мусульманами за то, как они меня научили молиться. Эта молитва изменила мое служение. Я встаю в четыре часа утра. Конечно, он не молится молитвой салата, ритуальной молитвой, но ходатайственной молитвой молится. Похожее было и в моей жизни. Я жил напротив мечети, тоже в Найроби, но в отличие от епископа, я не просыпался и не вставал, и не шел молиться несколько часов. Я просто дремал, так говоря, «Господи, спасибо Тебе за то, что я христианин». И мне сейчас вставать и молиться с утра пораньше не надо. Наверное, стоило бы встать, проследовать примеру епископа и молиться. Но дело-то вот в чем. Правоверные мусульмане преданы религиозным действиям, религиозной дисциплине. И исполнять все это нелегко. Это похоже на иудаизм времен апостола Павла. Павел отмечает, насколько преданы иудеи своему религиозному долгу. Об этом и пишет апостол Павел в 10-й главе послания к римлянам. И с этого мы и начнем, пожалуй, наши сегодняшние беседы. Римлянам 10-й глава с 1-го стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Дар спасения, дар праведности в Иисусе Христе — бесценный дар. Он освобождает нас, скажем так, от бремени религиозного ритуала. Я не случайно использую слово «бремя». Многие мои друзья, мусульмане, говорят, «Да нет, для нас религиозный ритуал — не бремя». И все же есть это стремление в исламе обретение праведности через религиозный ритуал. И оно похоже на стремление в иудаизме, с которым был хорошо знаком, в котором даже в молодости участвовал Павел или Саввл из Тарса. Встретившись со Христом, Саввл встретил освободителя, освобождающего его от рабства религиозного ритуала. Саввл понял, что Христос и сам — наша праведность. На кресте мы получили дар праведности через крест, чтобы освободиться от рабства религиозному ритуалу. Это не значит, что мы перестали жить по вере. Это не значит, что мы перестали исполнять закон Христов. Но закон Христов дает свободу от религиозного ритуала. В основе закона Христова — любовь к ближнему, любовь к Богу. Павел ведь не говорит, вот я спасен по благодати, теперь могу сколько угодно грешить. Нет, ничего подобного. Мы спасены по благодати, но теперь мы приглашаем Духа Святого преобразовать, изменить нашу жизнь, чтобы нам жить в праведности. Но Дух Святой освобождает нас от обязанностей, наложенных на нас религиозными ритуалами. Вот Павел и говорит, как мне хочется, как мне хочется, как я мечтаю, чтобы иудейский народ ощутил дар спасения. Я неоднократно был в мечети. Я постоянно беседую с друзьями мусульманами, да и не только с друзьями, тоже мусульманами. И вот каждый раз на следующий день после нашей встречи с мусульманами я молюсь, я говорю, Господи, откроем свою благодать, свое прощение, свой дар во Христе. Потому что Христу есть что нам подарить. У Христа есть для нас бесценный дар. Ну а сегодня мы с вами продолжаем разговор о Евангелии и Исламе. Помните нашу общую тему? Общую тему нашего обсуждения. Исламское и христианское богословие и практическая жизнь. Каким образом нам пересечься? Богословский, практически, практически. Сегодня у нас одиннадцатая тема. Хиджра и крест. И в качестве домашнего задания мы читаем к этому занятию главу 8-ю в книге «Пути». И эту тему я бы хотел начать с рассказа «Хиджра и крест». Даже не один, а два рассказа, два повествования. Одно о том, как Иисус пошел на крест. Другое, как Мохаммед отправился в Медину. Каждый из этих повествований закладывает основу богословия, соответствующей общины, христианской или мусульманской. Богословие это будет очень разным, потому что и рассказы разные. Ну что же, начнем с рассказа. Расскажу я о встрече, которая у меня была в Иране года три назад. Аннабаптисты и Меннониты в Иране участвуют в диалогах с иранскими богословами уже на протяжении восьми лет. Мы благодарны Госсовету Ирана за то, что открывают двери для такого участия. Эти диалоги оказались для нас очень полезными и важными. Но с другой стороны, года три назад меня пригласили на большую конференцию мусульманских служителей в Тегеране. В конференции обращался сам президент Ахмадиниджад. Было там в этот момент 4000 человек. А в другие дни конференции по полторы, по две тысячи человек. Два дня конференция эта проходила. Что это за конференция? Это конференция, посвященная празднованию Исламской Иранской Революции и миссии Исламской Иранской Революции в мире. И эсхатологии Исламу. Для меня было большой честью выслушать 21 проповедь на эту тему, а потом сказать христианскую проповедь в этом контексте. Для меня это была большая честь. Расскажу вам о богословии, которое стоит за Иранской Исламской Революцией, и о том, что я пытался рассказать. Иранская Исламская Революция во многом основана на событии, которые называются хиджра. Есть и другие темы, но тема хиджра на самом деле очень важна. Что же это за хиджра, и как она связана с Исламской Революцией? Не только с этой революцией, но и с другими исламскими общинами и событиями во всем мире. Я расскажу вам так, как говорил в иранском контексте. Мы вчера с вами уже вспоминали о том, как Мухаммед начал получать откровения, которые, как он считал, приходят к нему от ангела Гавриила. Эти откровения, этот великий Коран, который Господь ему доверил, и который ему предстояло провозглашать. Но проблема была в том, что люди в Мекке отказались его слушать, отказались ему его принимать. Мухаммед провозглашал, но его никто не слушал. И вот возникла проблема. Как же так может быть? Как донести до жителей Мекки и окружающих регионов волю Божию в Коране, если люди не слушают? Потом умерла жена Мухаммеда. И он в глубокой скорби. И вот через некоторое время, после смерти жены, с Мухаммедом произошло событие, которое называется словом мирадж. Мираж. Мираж. В видении Мухаммед увидел коня, сходящего с неба. Этот конь подхватил Мухаммеда. Намеки на это есть в Коране, но в хадисах есть подробности. Так вот, конь взял Мухаммеда, перенес его в Иерусалим, на храмовую гору, где раньше был иудейский храм. Сейчас-то, конечно, храма уже не было. Это все-таки через 600 лет после Ждества Христова. Никакого храма там уже не было. Но перенес Мухаммеда на гору, где в свое время стоял храм. А потом конь вознес Мухаммеда на седьмое небо. В исламе Бог с нами, конечно, не встречается лично, но в этом мираже Мухаммед оказался в присутствии Божьем. И Бог говорит, я, кстати, не помню всех подробностей, но расскажу примерно. Бог говорит, пусть мусульмане молятся по 50 раз в день. Мухаммед говорит, хорошо, договорились, 50-х, 50-х. И начинает спускаться вниз, с седьмого неба, на четвертый, пятый, третий и так далее. И видит там Моисей молиться, салат совершает. Моисей спрашивает, что сказал тебе Бог? Да вот по 50 раз в день молиться будем. Ну и ты как? спрашивает Моисей. Ну согласился, конечно, говорит Мухаммед. Ты что, с ума сошел? спрашивает Моисей. Идеи даже по три раза в день не молятся. Пойди к Богу и скажи, что это слишком много. И некоторое время Мухаммед так и летал между Богом и Моисеем для того, чтобы сторговаться. В конце концов, сошлись на пяти молитв в день. В Коране этого описания, конечно, нет. Это в хадисе, в религиозной традиции, в религиозной литературе ислама. Но событие это очень важно, потому что в этом событии, в мираже, Мухаммед оказывается в присутствии Божьим и здесь же принимается решение о том, как часто мусульманам молиться. Потом конь спускается на землю. Если вы окажетесь в Иерусалиме, попадете в мечеть купола скалы, она построена на большой скале, и вам покажут выбоину в скале и скажут, что это то место, где копыта коня ударилась о камень. Звали этого коня Бурак. Мухаммеда и дальше конь перенес Мухаммеда в Мекку и к полудню он уже был в Мекке. Этот мираж стал огромным ободрением для Мухаммеда в его пророческом служении. Люди его не слушали, но сам Бог чудесным образом подтвердил, что он поступает правильно. Я рассказываю вам об этом в качестве такого отступления. И вот зачем. Чтобы вы поняли, почему так важна храмовая гора для мусульман. На этом, собственно, и основан иудейско-мусульманский конфликт из-за храмовой горы. Людей говорят, это наша гора, здесь был наш храм. Это наша гора. Мусульмане тоже говорят, это наша гора, вот здесь мечеть купола и мечеть Аль-Акса. Все это находится здесь. Аль-Акса это самое удаленное место от Микки, до которого дошел Мухаммед в то ночное паломничество, в Мираж. Аль-Акса самое дальнее, самоудаленное место от Микки. Так что вот эта гора имеет огромное значение в исламском богословии. И отчасти она вносит свой вклад в конфликт между Израилем и мусульманским миром. Чья же это скала? Но таким образом Мухаммед получил ободрение. А потом приходят посланники, посланники из Медины и говорят, Мухаммед, приходи в Медину. Медина находилась на 400 километров к северу от Микки. В Медине, говорят они, ты будешь не только нашим пророком, но также нашим политиком. Там есть армия, ты будешь военачальником, ты будешь и политиком, и пророком сразу. Нам нужна твоя помощь, потому что мединское общество разваливается. различные фракции, различные группировки. Надо все это подчинить одной твердой и крепкой руке. И Мухаммед принимает это приглашение с огромной благодарностью. Мираж плюс еще вот это приглашение, теперь уже понятно, что Бог подтверждает, да, ты пророк. И тайно он переселяется в Медину. Открыто это сделать было нельзя, потому что из Мекки его просто не выпустили бы, его бы побили. Он тихонько, тайно переселяется со своими учениками. Они ночью шли вперед, а днем прятались в пустыне в пещерах. И через три недели дошли до Медины. Недавно я общался с моим одним другом, он христианин мусульманского происхождения, и он рассказал мне о том, что когда Мухаммед пришел в Медину, на улице танцевали и встречали его с огромной радостью, примерно как пение детей при триумфальном входе Иисуса в Иерусалим в день верного воскресения. И Медина радовалась. Пришел пророк, пришел пророк. И Мухаммед занялся тем, чтобы объединить и тех, кто пришел с ним, и тех, кто уже жили в Медине. И он установил политическую власть, он установил исламское правление над Мединой, и затем исламское правление он распространил за пределы Медины. И потом начались войны. Войны с жителями Мекки. Потому что политеисты из Мекки были совершенно недовольны тем, что происходило в Медине. Войны продолжались восемь лет между мусульманами Медины и жителями Мекки. В конце концов, мусульмане победили. Наконец, был заключен мирный договор между жителями Мекки и мусульманами. И Мухаммед вошел в Мекку, как победитель во главе десятитысячной армии, среди которых было немало конных воинов. Войны в тот день уже не было, потому что мирный договор уже был заключен. Он вошел в мире. Мухаммед вошел в мире. Ну, был один инцидент, когда женщины начали над ним смеяться, но с ними быстренько разобрались. И в остальном этот вход был мирный. Мухаммед заявил, что сегодня наконец заблуждение побеждено и истинно восторжествовало. Он вошел в Кабу и очистил ее от всех этих политоистических идолов. Помните, мы говорили, что в Кабе поклонялись 360 божествам. Всех этих идолов Мухаммед разбил и установил поклонение единому Богу, Богу Всемогущему, Творцу неба и земли, Богу Авраама, единственному Богу, Аллаху, который достоин поклонения. А идолы были разбиты на куски. Черный камень становится центром поклонения. в сторону черного камня обращаются молящиеся и сегодня. Это знак Божьего завета. Завета с человечеством, завета с мусульманами. Черный камень остается центром поклонения и сегодня. На самом деле, конечно, центр поклонения это Бог, а камень это лишь такое указание, это лишь символ. И Мухаммед простил. Мухаммед простил жителей Мекки, за то, как они с ним поступили. Никаких репрессий, никаких гонений не было. Это был пример прощения и восстановленной справедливости, потому что жители Мекки тоже теперь стали мусульманами. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Именно в Медине развернулись дискуссии между Мухаммедом и иудеями, потому что иудеи не принимали его пророком. И в связи с этими дискуссиями, о которых мы с вами уже говорили, возник также вопрос об Иисусе. вы помните, что Мухаммед и Коран говорят о том, что Иисус Мессия. Иудеи отвечали, ну какой же ты пророк Божий, если ты называешь его Мессией? Он не может быть Мессией. Иисус не может быть Мессией. Мы это точно знаем, потому что мы его убили. Мы его распяли. Если ты прочитаешь Священное Писание, ты узнаешь, что Мессия будет жить вечно. Мессию невозможно убить. Так что, Мухаммед, ты заблуждаешься, ты ошибаешься. И вот в результате Коран говорит, что Абшушабали заблуждали сиудеи. Иудеям казалось, что они его распяли, но они его не распяли, потому что Мессия был спасен с креста. Он не был распят. Отрицание распятия Иисуса Христа возникает в контексте входа в Медину, переселения в Медину. Богословие хиджра не оставляет места богословию Креста, потому что богословие Креста предполагает страдание от рук врагов. Богословие хиджра — это триумф победы над врагами. Когда я смотрю на Коран, когда я внимательно читаю Коран, кстати, это относится не только ко мне, а к ученым, также и христианским исследователям, когда мы читаем Коран, нам кажется, что Коран в принципе допускает распятие. Говорится, что они думали, что распяли его, на самом деле они его не распяли. В чем-то это похоже на Евангелие от Иоанна, где Иисус говорит, «Вы не можете меня убить, я сам отдаю добровольно жизнь свою. Я бы мог призвать ангелов, и ангелы меня бы спасли с креста, но я сам отдаю свою жизнь за грехи мира, не то, что вы меня заставляете или понуждаете». И можно прочитать эту суру в Коране, они думали, что распяли его, но не распяли. На самом деле, вполне возможно, что Коран допускает распятие. Еще есть один стих в Коране, где написано, «Да буду я благословен в день моей смерти и в день моего воскрешения». В день смерти и в день воскрешения, может быть, Коран и правда указывает на распятие. Мусульмане говорят, что он не был распят, он сразу попал в небеса. Мусульмане говорят, да, конечно, Христос вернется в конце истории, а потом уже он умрет, когда все починит уже себе. умрет, а потом еще воскреснет. Так что они говорят, да, будет воскресение, но это в будущем. Я говорю моим друзьям, мусульманам, я говорю, вот смотрите, вот эти стихи в Коране, например, в день, когда я умру, в день, когда я воскресну, я думаю, что вполне можно предположить, что распятие уже произошло. Интересный источник в этом плане также хадиш. Один мой друг, христианин, недавно выступал в университете в Каире, в Египте, и он говорил о хадисах. Он говорил о том, что хадис вполне допускает воскресение Иисуса Христа. И ректор университета сказал большое вам спасибо за то, что вы приехали. Смотрите, сколько популярно ваше выступление, давайте мы еще встретимся, побеседуем. Так что вполне можно такой аргумент выстраивать. скажите об этом с вашим мусульманским друзьям. Послушайте, что они вам ответят. Мне обычно отвечают так. Возможно, экзогетически может быть это и возможно, но богословски это невозможно, потому что истина не должна страдать, не может страдать. Бог не допустит, чтобы истина страдала. Помните, когда Мохаммед входит в Мекку, ведет за собой 10 тысяч воинов, он говорит, сегодня истина восторжествовала над ложью. Она восторжествовала. Страдать истина уже не может. Богословски один мусульманин мне так сказал, говорит, Дэвид, знаешь, да, экзогетически так интерпретировать наверное можно, но богословски никогда, потому что Мессия помазан славой Божией и истиной Божией. А истина и слава Божия не могут подвергнуться страданию. Поэтому Мессия не может страдать. Богословие хиджра ведет наших друзей мусульман совершенно не в том направлении, в котором идет богословие распятия и смерти Иисуса Христа. Но эти события помогают нам понять смысл миссии ислама в связи с иранской революцией. Но с Ираном тут еще одна интересная вещь. Иранцы шииты. Шиитами являются 10% всех мусульман мира. Самая большая шиитская община как раз в Иране. Шииты верят, что вождем христианской общины должен быть потомок Мухаммеда, который называется имамом. Они считают, что 12-й имам исчез. Это было 800 лет назад. И со времен 12-го имама другого, следующего имама уже не было больше. Но дух 12-го имама присутствует среди них. Поэтому аятолы выполняют то дело аятолы аят знаки Божия. Аятолла это знак Божий. Так вот аятолла через изучение Корана, через свою духовность буквально начинают слышать дух 12-го имама. Их задача заключается в том, чтобы ввести общество согласно духу 12-го имама. Именно в этом и смысл иранской исламской революции. Аятолла ведет эту революцию, пытаясь организовать все общество в соответствии с духом 12-го имама. Они считают, что он Махди. Махди спаситель. И мусульмане суниты и шииты считают, что когда-то придет Махди. Он придет как спаситель, он придет вместе с Иисусом, чтобы установить ислам по всему миру. Но для иранского шиитского ислама это богословие особенно характерно. будет Махди, он будет 12-го имаму и он придет вместе с Иисусом. Вот на этой конференции в Иране, о которой я говорил, нам постоянно показывали в фойе видеоклип «Готовьтесь, скоро придет Иисус и Махди будет с ним». Что же сделают Иисус и Махди? Махди будет лидером, а Иисус его помощником. Их дело установить мир и справедливость по всему миру. И, соответственно, установить Иислам. Они считают, что Махди скоро придет. И придет он тогда, когда будет существовать политическая и религиозная системы, полностью соответствующие духу Махди. Махди не приходит, потому что люди не слушаются его, не повинуются ему. И, если установить такое общество, в котором праведная это Ла будет вести народ по исламскому пути, то приходит Махди. Вся исламская революция, или, по крайней мере, ее богословское крыло, ожидает скорого пришествия Иисуса и Махди, которые установят мир и справедливость по всему миру, которые будут распространять Ислам по всему миру. Именно на это они надеются. Именно этого они и ждут. И необходимо подготовить политическую и религиозную структуру, в которой для Махди будет определенное положение, соответствующее положение. Вся политическая структура пирамидальна. Я, по крайней мере, так понимаю, мусульмане-шииты могут понимать это по-другому. Вот я слушал 21 проповедь в Тегеране, и именно так я понял движение Махди. Именно в этом контексте меня попросили проповедовать на 20 минут. Что бы вы сказали на моем месте? Это, конечно, огромная честь мне, как христианину, получить приглашение на такую встречу. Но что бы вы сказали? После перерыва я расскажу вам, что сказал им. Я, естественно, им кое-что рассказал. Я поблагодарил их за то, что дали мне возможность выступить. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok